Так, день добрый, уважаемые коллеги. И сегодня перед нами стоит задача познакомиться с важными направлениями введения пациентов с острыми коронарными синдромами. В этом году долгожданное событие было. Это европейские рекомендации по лечению самой сложной группы острых коронарных синдромов без подъема сегмента СТ. Ну и кроме того, мы с коллегами подготовили, и через месяц уже выйдет 11-е издание популярных клинических рекомендаций по кардиологии к аморбидным болезням, куда мы включили гораздо больше информации, чем можно это представить в небольшой лекции. Вначале мне бы хотелось, конечно, остановиться на той проблеме, которая возникла в связи с коронавирусной пандемией. И надо сказать, что наша система сразу рухнула. Она изначально была не идеальной, а в то же время этой ситуацией не справились удовлетворительно даже развитые в технологическом и медицинском отношении страны. Например, вот посмотрите данные по Нью-Йорку. Частота поздних госпитализаций пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ, когда от начала болевого синдрома до госпитализации прошло больше суток, увеличилась почти в два раза с 11 до 22%. Англия снизилась число госпитализаций с острым коронарным синдромом с подъемом СТ. Ну и посмотрите, почти на 40% уменьшилось число госпитализаций с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ. Конечно, мы с вами будем говорить во многом о рекомендациях, но я бы хотел, чтобы вы не представляли рекомендации крайне надежными и истинно в последней инстанции. Почему? Вот посмотрите, в рекомендациях европейских и американских, самых последних, доля надежных выводов не превышает 10-20%. Ну, то есть те выводы, которые подкреплены рандомизированными крупными исследованиями неоднократно, да. Вот, и кроме того, вы прекрасно понимаете, что даже в рекомендациях не удается избежать конфликта интересов, и они оказывают существенное влияние, в том числе и на выводы, несмотря на имеющиеся страхующие механизмы, особенно в зарубежных рекомендациях. Очень важное направление, которое активно развивается по всем направлениям медицины, и особенно это касается острых жизнеопасных состояний, это уточнение прогноза. И в этом плане в 2018 году, вы хорошо знаете, были новые определения представлены, инфаркты миокарда, и выделены две важных группы. Это острое повреждение миокарда и хроническое повреждение миокарда, которые не были связаны с ишемией. И выяснилось, что острое повреждение повышает риски смертности почти в 10 раз, а хроническое повреждение в 4 раза. То есть это состояние, не являющееся формой коронарной болезни, но тем не менее заметно повышающая смертность. И мы не можем игнорировать эти позиции в нашей практике. И, безусловно, раз эти состояния значительно ухудшают прогноз, мы должны выносить их в диагноз, наряду с коронарной болезнью сердца. Важно отметить, что пациенты с повреждением миокарда, острым и хроническим, умирают так же часто от сердечно-сосудистых заболеваний и событий, как и пациенты после инфаркта миокарда. Поэтому к этим пациентам нужно относиться очень внимательно и вести их так же активно, как и пациентов с коронарной болезнью сердца. Вторая проблема, которая также заслуживает нашего внимания, это инфаркт миокарда второго типа. То есть это инфаркт миокарда не связан с атеротромбозом. Вот посмотрите динамика частоты инфаркта миокарда первого типа и второго типа. Вот в последние годы она практически сравнялась. То есть доля инфарктов миокарда не атеротромботических, в частности связанных с тахиаритмией, с брадиаритмией, с эмболией, с вазоспазмом, другими состояниями, она сопоставима с инфарктами миокарда первого типа. А как часто мы диагностируем инфаркт миокарда второго типа? Эта ситуация крайне редкая. То есть мы явно недооцениваем инфаркт миокарда второго типа. И обратите внимание, что смертность от инфаркта миокарда второго типа заметно превосходит смертность от инфаркта миокарда первого типа. Почему? Потому что инфаркт миокарда атеротромботический мы научились лечить. То есть есть определенные стандарты, связанные с активной противотромботической терапией, вторичной профилактикой, о которой говорили коллеги. А инфаркты миокарда второго типа, а где рекомендации? А как их лечить? Пока мы их лечим в подавляющем большинстве случаев так же, как инфаркт миокарда первого типа. А разве это правильно? Именно поэтому во многом пока прогноз и результаты лечения инфаркта миокарда второго типа нас не могут удовлетворить. Еще одна проблема – перепроцедурный инфаркт миокарда. То есть тот, который возникает после чрезкожных коронарных вмешательств, после коронарного шунтирования. По оценкам более объективным, то есть это где-то от 2 до 9%. Они есть в диагнозах? Нет. То есть я ни разу не видел, чтобы из наших учреждений, там, где осуществляется вмешательство, в заключениях был сформулирован диагноз перепроцедурного инфаркта миокарда четвертого или пятого типа. Хотя мы его видим по клинике, по ЭКГ, по хвосту тропонина, который может там до 2 недель еще держаться. И мы вынуждены ставить такие диагнозы уже на амбулаторном этапе. А нам бы хотелось, как это делают в ряде, например, федеральных хирургических центров, чтобы они выходили с диагнозом. Почему? Потому что это пациенты высокого риска. То есть они требуют большего внимания. Они требуют индивидуализированного ведения. А у нас ведь получается, что даже пациенты с Ку-инфарктом миокарда выписываются без диагноза, что он произошел во время процедурных процедур либо коронарного шунтирования, либо чрезкожного коронарного вмешательства. И где у нас мониторирование тропонинов до и после процедуры, это проблема, которая заслужит внимания и, конечно, требуется улучшить ситуацию в этой области. За долгое время мы впервые, наверное, стали диагностировать и лечить пациентов с инфарктом миокарда на дому. Ну, потому что наша система не справилась совсем, особенно на раннем этапе. Скорая не приезжала совсем, либо приезжала через сутки, а порой и двое даже. Если приезжала, то не могла госпитализировать, потому что была чехарда и сложности с госпитализацией, поскольку основные подразделения либо были перепрофилированы, либо находились на карантине. И часть пациентов, которые наблюдаются у нас много лет уже в кардиаритмологическом центре или обратились к нам, мы вели их дистанционно. Слава богу, без потерь, но были инфаркты миокарда с подъемом сегмента СТ. И в этой ситуации остро возникла проблема, как верифицировать хотя бы электрокардиографически. И здесь нам на помощь приходят мобильные устройства. Посмотрите, мало того, что у нас есть мобильные электрокардиографы на базе смартфонов, появилась возможность использовать отведение одно. Но это же отведение можно, перемещая по грудной клетке, фактически регистрировать разные плоскости и получить близкую к традиционной, стандартной электрокардиограмме с 12 отведениями. Также, возможно, и такие исследования и публикации уже были, использовать умные часы, которые также позволяют, может, не столь высокого качества, но более-менее приемлемого, получить электрокардиограмму в одном отведении. И вот это очень важное, наверное, ядро рекомендаций как предыдущих, так и текущих, использования тропонина для диагностики инфаркта миокарда. Этот алгоритм сохранился и был немножко усовершенствован относительно предыдущих версий. Проблема в том, что он у нас нигде не используется, хотя он доказал свою эффективность, вот этот 0-1-часовой алгоритм. Вообще он предназначен для отделения неотложной помощи, чтобы сортировать пациентов, кого можно выписать, кого можно госпитализировать. Проблема в том, что наше приемное отделение не работает как отделение неотложной помощи. То есть у нас до госпитальной сортировки промежуточной практически нет. И вот это большая проблема, во многом организационная проблема. Что появилось снова в этом алгоритме? Во-первых, больше акцент был сделан на том, что нужно все-таки учитывать всю клиническую картину, тщательно описывать болевой синдром, использовать ЭКГ и эхокардиографию в части случаев, потому что любая острая ситуация, даже не кардиологическая, она может вызвать острый подъем маркеров, характеризоваться острым повреждением. В алгоритм был добавлен и со союзными нормативами, и это очень важно и полезно, возможность оценивать через два часа. Это улучшает возможности практического применения данного алгоритма. Раньше было ограничение на три часа. То есть алгоритм мог работать, если от начала болевого синдрома или дискомфорта в груди прошло три часа и более. Это было не очень удобно, особенно для ранней диагностики, но последующие исследования показали, что этот часовой алгоритм в принципе работает на ранних сроках от начала дискомфорта в груди. Час, два и три. То есть его можно использовать и на более ранних этапах. Единственное, что он пока не очень хорошо работает на совсем уж раннем периоде, до часу. И тогда, конечно, если у нас нет очевидных критериев, нам нужно повторять. Обычно повторяем через три часа или, как сейчас появилась возможность, повторять через два часа. Конечно, многие, наверное, знают картинку в учебниках по динамике тропонина. Реальная она существенно отличается. Вот, посмотрите, это крупный анализ довольно серьезных исследований по динамике тропонина с усредненной кривой. Посмотрите, как меняется. В данном случае стандартизированный тропонин, потому что был тропонин и TI, и I, и нужно было унифицировать эти показатели. То есть в начале подъем к шести часам заметное снижение, потом к 12 и опять подъем. О чем это говорит? О том, что принятая у нас практически повсеместно практика однократной диагностики тропонина, она во многих ситуациях-то не работает. И нам, конечно, нужно повторять в динамике, как это и указано в рекомендациях. Давняя проблема. У нас нет лабораторной диагностики высокочувствительного тропонина в подавляющем большинстве кардиологических учреждений и сосудистых центров. У нас нет высокочувствительного тропонина в Братске, у нас нет высокочувствительного тропонина в Ангарске, в СМП, у нас не берет до сих пор в медсанчасти АПО, а это сосудистый центр, между прочим. Нерегулярно, эпизодически, первая городская больница. У нас большие проблемы. У нас единственное, можно брать экспресс-тесты. То есть мы в свое время, я еще занимался тогда, будучи главным терапевтом Иркутска, мы тогда закупили вот эти экспресс-тесты. И они до сих пор, кстати, и работают. Но дело в том, что надо использовать более современные, более высокочувствительные экспресс-тесты высокочувствительного тропонина, которые могут диагностировать хотя бы в районе 10-14 нанограмм на литр тропонина. А у нас эти приборы не позволяют это сделать. Но тем не менее, конечно, их можно использовать и учитывать в ряде случаев, если нет возможности определять лабораторно-высокочувствительный тропонин. Но это очень серьезная проблема, которая не решается уже на протяжении почти 15 лет. И я не очень понимаю, почему. И очень надеюсь, что Наталья Анатольевна и другие специалисты еще раз обратят на это внимание и постараются хотя бы сосудистые центры наши, ну, я не имею в виду областную больницу, вот оснастить высокочувствительными тропонинами. Потому что для ОКС без подъема СТ это ключевой тест. Обращаю внимание на очень удачную классификацию кардиогенного шока, вот ABCDE, то есть ее целесообразно использовать в практической жизни. Мы уже начали его использовать. Она удобна, понятна и практична и может помочь в решении ряда проблем с введением пациентов с кардиогенным шоком. Еще одна проблема. Бывает так, что СТ поднялся, мы его госпитализируем, а СТ уже практически на изолении. Что делать в этой ситуации? До недавнего времени это было неизвестно, но вот в конце прошлого года были опубликованы исследования, которые показали, что там тоже надо проводить ангиографию. Возможно, раньше выполнять ревоскулиризацию, и это улучшит прогноз пациента. Каждый год у нас появляются исследования по полной ревоскулиризации, то есть когда при подъеме СТ открывается не только инфаркт, ответственная артерия, но и во время госпитализации или в течение ближайших 30-45 суток проводится полная ревоскулиризация и других сосудистых областей, там, где мы видим гемодинамически значимую большую бляшку. И это заметно улучшает прогноз. И здесь, конечно, у нас тоже есть большое поле деятельности, потому что вы видите, что смертность снижается заметно, сердечно-сосудистая. Фармакоинвазивный подход. Конечно, у нас большие сложности пока с первичной черезкожной коронарной ревоскулиризацией. И я бы хотел обратить внимание, что она далеко не всегда у нас проводится в приемлемые сроки, условно говоря, до двух часов от постановки диагноза. И в этом случае прогноз при фармакоинвазивном подходе, то есть тогда, когда мы используем на первом этапе тромболизис, а потом уже осуществляем открытие коронарной артерии при помощи баллона, он лучше. А у нас часто получается так, особенно в Иркутске, что мы всех везем в областную больницу, хотя уже можем предположить, что там будет задержка. И практически у нас крайне редко выполняется тромболизис, что не совсем правильно с точки зрения результатов исследований и современных рекомендаций. И вот, наконец, долгожданная стратегия антитромботической терапии. Здесь эксперты пошли по пути ее индивидуализации. С учетом многих факторов клинических, возрастных, сопутствующих медикаментозной терапии, проводимой терапии, мы сейчас должны выбирать антитромботическую терапию. Если пациент очень высокого риска, повторный инфаркт, тяжелые осложнения, другие факторы неблагоприятного прогноза, то тогда мы выбираем аспирин вместе с активным антиагрегантом, либо тикагрилором, либо даже более эффективным просугрелом. И можем продолжать эту терапию не только до года, но и часто более года. Таким образом, мы выиграем по соотношению польза и риск кровотечений. С другой стороны, если у нас риск невысокий, а такие пациенты довольно часто встречаются, а риск кровотечений заметный, то тогда у нас есть возможность вместе с аспирином дать на месяц клопидогрел, и потом пациента оставить на одном клопидогреле. И в середине у нас такая промежуточная тактика, универсальная тактика. Это аспирин с активным антиагрегантом. Лучше был изучен тикагрилор до трех месяцев, но можно использовать и просугрел. И вот эта тактика позволяет в последующем оставить активный антиагрегант. Ну, не аспирин, естественно. И таким образом у нас появляются разные варианты ведения пациентов, что позволит, с одной стороны, более эффективно вести пациентов высокого риска, а с другой стороны, снизить риск кровотечений, который довольно часто, особенно сейчас, когда многие пациенты, особенно с фибрилляцией предсердий, ведутся на антикоагулянтах. Ну, вот здесь вам показано исследование, которое подтверждает, что тикагрилор и просугрел лучше, чем клопидогрел, предупреждает сердечно-сосудистые события. Отмена ацетилсалициловой кислоты через 1-3 месяц снижает риск кровотечений и не повышает сердечно-сосудистый риск. Это метаанализ рандомизированных исследований представлен вам. Очень интересно, что немало исследований и метаанализов было проведено по сравнению просугрелла и тикагрилора. Просугрел вообще есть на нашем рынке, он есть в Иркутске, его можно использовать. У некоторых пациентов я использую этот препарат. По ряду исследований и метаанализов было показано, что он превосходит тикагрилор. Поэтому, если есть возможность и основания назначить просугрел, не забывайте, что в нашем арсенале есть и этот достаточно эффективный препарат. Спасибо вам большое за внимание. А это 10-я больница Елена Анатольевна Щедреева. Наши кардиологи сейчас на переднем крае борьбы с ковидом. С самого начала борьбы с этой инфекцией подавляющая часть наших кардиологов уже переболела. И вместе с семьями с небольшими потерями. Правда, мы вышли из этой ситуации. И сейчас продолжают наши кардиологи активно лечить, потому что многие подразделения, и третья больница, и медсанчастье, и апоэ, и десятая больница, это ковид-госпитали, а сейчас и вместе с специалистами других профилей они активно работают в борьбе, как выяснилось, с единственной болезнью, которая важна для медицины в настоящее время.